Доброе утро. Из Дубай. Мы уже практически проснулись. Номер нам еще не дали. Сейчас сколько? 7.21 утра. И нам уже пришли тесты о том, что мы негативные. Нет у нас ковида. А сейчас Сомашка делает. Вот так она уже делает последние три часа. Спит человек. А здесь уже жизнь начинается. Уже люди ходят, завтракают, просыпаются. А мы ждем свой номер. Ну, посмотрим, выполнят ли они свое обещание. Вот уже утро. Народ, доброе утро. Вот уже 8 утра. Мы решили сходить на всякий случай уже другая девочка на рецепции. Филиппинка. Она говорит, я могу дать сейчас, но это будет стоить 150 дирхаб. То есть планка падает. Вот. Ну, говорит, ну в 10.30 максимум я вам дала бесплатно. Но номер готов. Хотя по другим людям мы смотрим отзывы. В 8 мы давали номера бесплатно. Но с другой стороны не имеет полное право дать нам в 3, как и указано на сайте. Ладно, сейчас покажем вам пирожные, как обещали. Пойдем, кафешечка уже открыта. Сейчас 8 утра. В общем, всем хорошего дня. Мы начинаем наше видео. Вот. Прекрасная кафешечка уже работает. Все классно. Мы сейчас посмотрим, по чем же цены и какие же пирожные здесь лежат. Главное, чтобы вам не отсвечивало и было красиво. Так, пирожные есть, теперь цен нет. Замечательно. Вчера были цены без пирожных, сегодня пирожные без цен. Ну, красиво, конечно. Такое здоровое пирожное. Нам, наверное, бы с Наташей хватило бы на двоих. О, вкусно. Не знаю, это донатики или что-то такое. Красиво, конечно, сделано. Ой, это тортец такой. Вот такие у нас в Киеве тоже видела. Красиво, красиво. И тортик с клубничной. Такой какой-то бельветовый чизкейк. Так, ну ладно, вот тут, правда, есть какие-то шоколадные кусочки. За 28, вы что? Это 28. Тут хоть кусок здоровый такой. За 28 это прилично. И такое вот печенечко 28, да вы издеваетесь. И здесь 28. Ну, ребята, что-то это бездумно дорого. Ну, давайте посмотрим. Здесь есть еще макарони. Прикольные штучки. Вкусненькие тоже. 28, но не может быть, чтобы одна штука. А может, парочку. И есть также мафины по 15 и шоколадные донации по 20. Может, куда не шло. Вот такие вот у нас дела. Осталось еще 2 часика посидеть. Ну и пойдем смотреть номер. Мне уже очень интересно, какой же номер в этом самом высоком в мире отеле. Народ, вот вышла я на улицу уже показать вам такой утренний Дубай. И вижу свой любимый испанский небоскреб совершенно в другой стороне. Похожего на штаб. Что-то я перепутала ночью. Было плоховато видно. Сейчас покажу все то, что я показывала, покажу во свете. Ага, вот я перепутала этот остроконечный небоскреб с моим исландским. Еще покажу вам самый красивый, прикольный небоскреб. Ну, сейчас попробуем, как я говорю, показать. Это не наш отель, еще это соседний. А вот наш отель, вот наша Геора. Так, сейчас просто сделаю меньше. А какой он здоровый, да? Ну, вроде как 73 этажа. Есть, получается, 2 лифта. 2 на 41, 2 на 73 или по 3. В общем, еще узнаем, точно скажу. Потому что столько всего. В общем, столько событий. А мы все еще сидим. Ну, и пытаемся получить бесплатно комнату побыстрее. Не пошла я пока к Наташке. Прогуливаю и смотрю на великолепный Дубай. Как же я люблю этот город за все его такие сумасшедшие виды и небоскребы. Это вообще круто. Просто можно стоять и наслаждаться, наслаждаться. Наверное, тут сложно работать, сложно сосредоточиться. Выходишь и все время красота, красота, красота. Вот, показываю вам нашу Гевору уже сбоку. Ну, как-то в тон. Вот это как золотое такое здание. Отображается, наверное, от этого здания. И вместе они просто космос. Все, я просто заблудилась в небоскребах уже. Отошла я к нашему отелю с другого боку. И смотрю, здесь мостик есть. Еще с каким-то зданием он соединяется на каком-то этаже. Прикольно, если бы он был стеклянный. Но не стеклянный. Посмотрим. Не стеклянный точно. Ну, вот и дальше. Смотрите, какие красоты прям открываются. Сейчас приближу. Ох, вообще. Ну, что же, идемте тогда посмотрим утреннюю Бурдж-Халифу. Где-то же она должна быть видна. Сейчас выйдем в Ридс-Карлтон, где мы были вчера. И посмотрим. Повернула голову влево. Вот кого я нашла. Вот он. Мой любимый испанский небоскреб. Не знаю, такой испанский стиль. Класс, да? Напоминает такие часики. Очень нравится этот небоскреб. Кстати, испанским я назвала его сама. Я назвала его испанский небоскреб, потому что не знала его названия. И когда захотела посмотреть его фотографии, не знала, как найти его. И ввела в гугле испанский небоскреб в Дубае. И что бы вы думали? Он мне выпал. Так что, да, это называется испанский небоскреб. Так, сейчас пойдем, найдем, хоть издалека, но посмотрим башню Халифы. Под названием Курш-Халифа. Самое высокое здание в мире. Мы там когда-то были с Наташей. Если найду видео, выложу. Ох, открывается вид сумасшедш. И перевожу вам камеру. Это что-то просто вообще. Космос. Ну и вот он, Бурш-Халифа. Сейчас пробую вам увеличить. Такая красота. А еще. Вот оно здание какое. Игла, шпиль. Находится возле Дубаи Мола. Надеюсь, скоро мы там будем. Вам видео покажем. Снимем. Ну вот такой утренний Дубай. Восемь утра. Отели, люди, спешащие на работу. В общем, город, где люди тоже живут и работают. И есть вот такие золотые небоскребы. Ну, девять утра. Теперь Наташка спит. В общем, ждем еще часик. И надеемся, что нам дадут номер. Вот так вот. Доброе утро Дубави. Ну, пока все еще ждем нашего номера. Покажу вам цены. Вот, наконец-то, красный вельветовый кейк. Здесь 28 гирхам. И все по 28. Шоколадный карамель, шоколадный прюхель, шоколадный молочный кейк. Все по 28. И здесь тоже и клубничный 28, и манго, и фисташки. Какой-то блюберри, это понятно. А вот что такое Бавария? А, все. Баварская, это, голубика. И тирамису. Да, помню, в Таиланде зуб об тирамису сломала. 55. Тортик такой, но это недорого вообще. Forest cake, лесной торт. Но больше похож на шоколадный. Классический лимонный тарт за 28. Дальше 28. И снова вельветовый клубничный кейк 55. Ну, вот я вам цены рассказала. Все по 28. А тортики по 55. Ну, тортик-то нормально записывает. Пять такой тортец на день рождения, если кому надо. А вот пирожки, ну, 28 дороговато, народ. Ура, наконец-то, 10 утра, и нам дают номер. О, номер в Георре. Все, сейчас идем. Вот наш багажик. 5701. Здесь три первые. Ага. То есть, как вы понимаете, этаж у нас низенький, маленький. Ну, сказали, вид на Бурж-Халифу. Сейчас посмотрим номер. 53-й, низенький. Вы слишком много кушаете. 57-й. Ну, надеялись повыше. Вот, как бы... Ну, номер нас должен удивить приятно. Ага. А с мальчиком зайдем, это нормально. Вот, захожу, еще мальчик заезжают. Дай мне походить. Вот, нашим багажом. Винс еще. Двигаюсь. Так, вот, ну, так затолкали. Прям мне на ногу почти вообще симпатичненько смотрится. Наташа, тебе снимаю, еще мальчик подает в кадр. Я хочу его снимать, наверное, местом похоже. Вот так вот нам все рассказали, но нам... Ага, вот это вот рок-топ, куда бы я хотела попасть. Да, да, девочка нам тоже все рассказала, что мы можем использовать. Вот у нас багажик стоит. Не распаковали еще. Сейчас доедем, уже буду снимать. Все, доехали, выезжаем. Спасибо. 57-й этаж. Ну, поехали. Сейчас посмотрим, какие стены здесь интересные. О-о-о. Ну, так вам скажу, видик интересный. Ой-ой-ой-ой-ой, какая-то комната, по-моему, большая. Ну что, сейчас давайте восхитимся номером Делюкс. Вообще, а номер где? Это что, два номера? Он не этот. Нет, это вроде наш номер. А куда идти вообще? Ой-ой-ой. Боже мой, это что? Народ, мы где вообще? Ёлки-палки, вот это да. Я не знаю, где встать. Ёлки-палки, вот это вообще народ. Я просто в офигении, если честно. Я даже его показать не могу. Спросил мальчика, как кондиционером пользоваться? Да. Господи, что здесь такое? Ну, давайте откроем. А где какой хороший вид? Не знаю, сейчас откроем. Обещали хороший вид. Ну, я так понимаю, вид и так будет хороший. О, вот он, Бурж-Халифа. Я нашла хороший вид. Ох ты. Ох ты. Так открывай. Бог ты мой. Ёлки-палки. Я аж за лавеску отпустила. Вау. Вот это да. Так, сейчас посмотрим. Ой, какой мальчик хороший распечатывает нам. Дай ему здоровье. А, просто вот так выключите все? Я боялась, что будет как у нас в экзотическом отеле. Фух, народ, я в шоке от Нонны. Мы первый раз в делюксе, честно. Я здесь немножко потерялась. Смотрите, тут даже кухня есть. Кстати, да, люди писали в отзывах. Жаль, что нет сковородок. Теперь я понимаю, зачем они это писали. Но готовить на отдыхе, конечно, это... А, это холодильник? Мама дорогая, у нас такого холодильника не было. Обычно стоит что-то вот такое маленькое вот. Так, ёлки, он реально работает. Так, ну я боюсь в ванную заходить. А, не, не страшно вроде как даже. Ванная как ванная. С полотенечками. Туалет как туалет. Всякие такие штучки, дрючки, которые мы любим. Конечно же, все их любят. Они должны быть просто отличные здесь в Геворе. Зеркало увеличительное. Простое зеркало, телефон. Конечно, что случится, когда вы сидите в туалете. Вот это, да, слушайте, народ. Вот это, ну... Я просто как-то в шоке. Слушай, какая-то еще дверь... Вон карточка лежит. Нет, а никуда не надо. А это что? Ой, еще один туалет. Ага, то есть решили, что одного туалета будет мало. Ёлки-палки. Тут просто туалет. Даже гостевой какой-то туалет. Народ, круто, я в шоке вообще. Вот это да. У нас там две карточки, а это его разве? Он не вставлял никакую. Ну, я не знаю, что-то карточка стоит. Слушай, я что-то хотела у мальчика и забыла. А, где сейф хотела спросить? А, где я нашла уже. А, ты нашла уже все в шкафу. Ты мальчику дала денежку? А можешь мне приоткрыть вид, чтобы я не прерывала? А, вот, все, я открыла. Ага, здесь, ну, тоже красивый. Боже мой, 57 этаж. Народ, мы в каком-то этом находимся, я не знаю. В каком-то космосе. Ху-ху-ху. Вообще не ожидала такого. Я просто в мега-шоке. Это стоило ждать. Какой телевизор здоровый. А вот наш отель, как он выглядит. О, тапочки есть даже. Я еще шкаф просто не показала. Саньки, yes. Саньки, good bye. То есть на рецепции звонить, если что-то надо, 0. Халатик один, правда. Ну, зачем он нам нужен? Доска с утюгом. Вот сейф, то, что я искала. Тапочки. А это что? Это Наташин кошелек уже. Это твой кошелек? Я такая, думаю, кошелек забыл кто-то. Ху-ху, народ впервые. Мы этого заслуживаем. Это вообще просто. Слушай, сейчас надо руки помыть, идти мыться. Это просто... Подождите, я хочу еще раз вид показать. А я уже открыла и показала. Здесь тоже очень красиво, похоже, как на стеклянное это. Но мне больше всего нравится Бурж-Халифа. Кстати, первый раз, когда мы с Наташей были в Дубае, у нас тоже был вид в Бурж-Халифа. Правда, это был отель Ситимакс. Троечка. Но сейчас уже можем позволить себе... Кстати, я не знаю. А, Гевора четверка. Да, четверочка. Это просто, друзья мои, космос. Это вообще... Я, честно, в шоке. Слушайте, я предполагала, что будет номер Вау. Но это, наверное, лучший номер, который у нас был. По крайней мере, самый большой. Мы посмотрим еще, чтобы все работало, конечно же. Но, по крайней мере, в таком огромном номере мы еще не жили. Ух ты, сейчас приближу. Наташа сзади стоит, тоже хочет посмотреть. Сейчас я доснимаю. Бассейны видны. Бассейны отеля или нет? Нет, это какой-то другой бассейн. Другого отеля, я думаю. А он отель какой-то? А подожди, может, это и нашего отеля? Потому что у нас тоже бассейн как раз на 12 этаже. И он находится вот так вот тоже. Смотри, будет опять, что это очень красивенький слева, слева. Он тоже под навесами. Там много, да, но я название его не вижу. Народ, короче, мы в шоке от видов. Ой, пошли мы отдыхать. А какие окна грязные? И вам желаю всего хорошего. Да, кстати, а окна здесь вообще нормальные. Ну, подзаляпаненькие, ну. Смотрите, вдали, кстати, сейчас попробую вам увеличить. Вот, вообще, далеко-далеко залив виден. Да? Ага. Класс. Все очень нравится, но мы так сильно устали, что хотим немножечко отдохнуть. Привожу камеру до нас. Все, народ, пошли мы отдыхать. Заселились в отеле. Попозже покажем вам, конечно, бассейн и всю-всю индустрию, которая здесь есть. Ну, и, возможно, воспользуемся. Продолжение следует... Продолжение следует...